Баскетбол Ну что, ребят, всем удачи, побеждает тот, у кого больше баллов. Передаю слово своей соведущей. Всем привет, меня зовут Оля Малаченко и сегодня мы сыграем баскетбольное «Слабое звено». Мы выясним, у кого из баскетболистов голова только для того, чтобы в нее есть, а у кого помимо баскетбольных комбинаций содержатся еще полезные знания. Итак, начнем. О! Стас, привет! Ты первый. Привет. Ты проверял уровень IQ? Нет. Но так чисто навскидку, как оцениваешь? 69. О, красавчик! Это хорошо, это нам нравится. Красавчик! Красавчик! Но это, кстати, ну не про интеллект, знаешь, это про удовольствие. Ну что, ты готов? Да. Какая страна сейчас находится на месте Византии? Вариант А – Индия, вариант Б – Византия, вариант В – Турция. Че думаешь? В. А какой был В? Турция. Я думал, на месте Византии. И это правильный ответ! Позваняем! Не зря, не зря. Я бросаю. Сейчас посмотрим. Да, бросает генменеджер. Егор Вяльцев! Да, Егор Вяльцев. Давайте поддержим. Пока хорошо идем. Саня, привет. Привет. Как ты? Как себя чувствуешь? У нас вообще никаких вопросов. Нормально. А ты знаешь, что вот ты повторяешь мою позу, это значит, что тебе очень симпатично. Конечно. Я не скрываю этого. Е-е-е-е-е-е! Саня, Саня, а ты знаешь, что мы отсюда видим, что она тебе немножко симпатична? Да. Хочешь попасть в ее корзину, а? Спасибо, Денис. Вопрос для тебя. Сколько штук аскорбинок находится в стандартной банке? Вариант А – 200, вариант Б – 300, вариант В – 250. Не подсказываюсь. Трактористов здесь нет, но 300. Нет, к сожалению, это неправильный ответ. Посмотрим, как бросает Амиран. Поаплодируем! Правильный ответ – 200. Попробуем! Ничего, ничего, ничего. Нормально, нормально. Красавчик. Здорово. Привет. Ну что, надо поднять команду. Вы, походу, падаете вниз. Есть такое ощущение? Нет, нормально все. Нормально все? Нервничаешь? Ну, конечно. Да? Да. А почему? Красивая девушка, напротив. О, йоу, подмазы. Хорошо. Тебе когда-нибудь подкатывали со второго этажа? Вопрос для тебя. От кого убегал Страус в мультсериале от Луни Тюнс? Вариант А – волк, вариант Б – койот, вариант В – гиена. Вариант Б – койот. Вариант Б – койот. Это абсолютно правильный ответ. Бросает Егор Вяльцев. Машина просто. Ты знал ответ? Мы вообще наугад играем все время. Егор. Че-ничео. Ну, один раз повезло, второй раз нет, ничего страшного. Я же говорю, мы наугад играем. Джош молодец. Привет. Ну, как себя чувствуешь? Прекрасно. Правда? Вообще не нервничаешь? Чуть-чуть. Ну, все получится, ты как считаешь? Конечно. Ну, сейчас посмотрим. Что такое узурпация? Вариант А – откачивание жира. Вариант Б – захват власти. Вариант В – название концерта уральских пельменей. Да. Сложный вариант, выберу второй. Вариант Б. А какой был В? Повторите вариант. Захват власти. Захват власти – это абсолютно правильный ответ. Все-таки интеллект присутствует. У-у-у-у-у. Вот это да. Юр, но эти шортики – это что-то. Я общалась с Юрой, Юра сказал, что он их такие короткие шорты, потому что они цепляются за мышцы. Ну что, Юр, вопрос для тебя. В каком году родился Шакилу Нил? Вариант А – 1972-й, вариант Б – 1984-й, вариант В – 1958-й. Первый вариант – 72-й. И это абсолютно правильный ответ, Юр! Егор, не подведите. Городный балл! Ну что, готов ты повторить свой успех? В прошлый раз ты ответил правильно, насколько я помню. Да. Как переводится на русский язык итальянское слово «гамита»? Вариант А – гей, вариант Б – локоть, и вариант В – голубь. Гамита. Что-то говорит тебе, Гамита? Отвечай на вопрос, как вы называете в команде Юр Беспалова. Гамита. Пусть будет вариант В. Вариант В – голубь. Это неверный ответ, к сожалению, потому что правильный ответ – локоть. Амиран, показывай класс. На выход. Сейчас посмотрим, это будет класс или класс коррекции. Ееееееееее! Амир есть! Амир есть! Вопросов нет. Красавчик. Последний вопрос. В каком штате находится Большой каньон? Вариант А – Огайо. А – Аризона. Вариант. Йо – это досрочно! Верный ответ! Вот это уровень интеллекта! Красавчик! Егор, давайте красиво закончим. Саня не дал мне подготовиться. Закончим этот раунд. Дай мне шубу! Да! Это команда! Давай, давай, давай! Поехали! Что, команда «Дизель» закончила первый раунд? Вин! Дизель! У одного моего друга сложные отношения с интернетом. Классный удар. Сейчас запущу. Блин, не тот файл. Как отменить? Уже никак, Артём. Это же «Мегафон». С ним всё летает. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию. Только для абонентов «Мегафона». Команда «Дизель» зарабатывает 4 балла. И мы ждём следующую команду. Это команда «Шторм». Вау! Команда «Шторм» начинает свой раунд. Владелец команды «Клава Кока», генменеджер Сергей Быков. Буквально несколько минут назад Сергей пытался подкупить меня. Выведать правильные ответы. Да, Сергей? Правда? Молодец. Хороший подход, хороший подход. Согласна. Но я не продажная, поэтому сейчас проверим уровень интеллекта ваших игроков. Первый – Сергей. Сергей, привет. Здравствуй. Как ты? Я хорошо. Мне кажется, первый вопрос будет лёгкий, так как он первый. Да, мы с тобой разговаривали, и ты говорил, что ты отличник, ты хороший мальчик, и в твоей голове много знаний. Ты это помнишь? Мне кажется, ты исказил информацию. Я точно не отличник, просто дипломов много. Хорошо. Первый вопрос для тебя. Сколько существует субъектов в Российской Федерации? Вариант А – 12, вариант Б – 42, вариант В – 89. 89. И это абсолютно правильный ответ. Давай. Да, конечно. Сергей никогда практически не промачивается. Здорово. Привет. Ты слышал, сказал, я специально буду отвечать неправильно. Это такая тактика защиты, да? Нет. Хорошо, сейчас посмотрим. Какого айфона не существует? Вариант А – 3GS, вариант Б – SE и вариант В – XL. В. 3GS. Какого? Еще раз. В, 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 В. Не существует. Не существует. Не существует. Это неверный ответ. Я говорю В. Несмотря на то, что Клава Кока подсказывала, а это запрещено, скоро будем штрафовать. Давай посмотрим, как состоится твой бросок. Я видела, ты тренировалась. Я правильно понимаю, что я могу бросать с любой линией черненькой? Конечно, Клава. Ты можешь все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас сверху забьется. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это был пристрелочный. Привет. 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 Как ощущения вообще от Лиги, от матчей? Как сейчас состояние? Все отлично. Для тебя вопрос. В каком городе погиб Александр Сергеевич Пушкин? Вариант А – Санкт-Петербург. Вариант Б – Москва. Вариант В – Пятигорск. Вариант А – Санкт-Петербург. И это абсолютно правильный ответ. Нормально. Можно не готовиться. Вариант АПЛОДИСМЕНТЫ Вариант АПЛОДИСМЕНТЫ Вариант АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я сглазила, я говорила, Сергей никогда не промахивается. И вот. Я забью этот мяч! Давай сюда! Привет! Как себя чувствуешь? Да, хорошо. Как и знания по истории? На троечку. На троечку. Ну давай проверим, я помогу. Ладно? Сколько было у Лжедмитриев? Вариант А – два. Вариант Б – три. Вариант В – четыре. А где подсказка? В интонации. Тогда ответ А. Ответ А – два. Клава, забивай. Нет, это неверный ответ. И у Клавы есть новая попытка забить мяч. Четыре, да? Было четыре. Красотка! Красивая, спортивная, умная. Она еще и подсказывала вам по истории. Вы сказали два, она такая – нет. Красотка просто, кумир. Привет. Привет. Готов? Да. Очень серьезный вопрос есть для тебя. Какие животные какают кубиками? Да. Вариант А – капибара. Вариант Б – вамбат. Вариант В – кубикаки. Второй. Подсказала? Нет, не знаю. Второй вариант. Второй вариант. А какой был второй вариант, если Клава не подсказывала бы? Вамбат. Вамбат – это абсолютно верный ответ. Привет. Мяч бросает Сергей Быков. Иди. Еба. Даже Клава забивает. Нет, ну нет. Но зато знаем, кто чем какает. Ничего страшного. Привет. Привет. В какой области у тебя больше всего знаний? Спорт. Спорт. Но следующий вопрос не об этом. Что держит в руке статуя свободы? Вариант А – факел. Вариант Б – кубок. Вариант В – флаг. Факел. И это абсолютно правильный ответ. Серег, ну ты лучше, чем я справишься. Давай. Ура. Да. Да. Нам нужно хотя бы четыре. У ребят, у первых было четыре. Они молодцы. Привет, Макс. Привет. Капитан команды «Шторм». Давайте похлопаем. Вопрос для тебя. Как по-другому называют индейцев? Вариант А – краснокожие. Да. Вариант Б – темнокожие. Вариант В – папуасы. Нет. Вариант А. Какой вариант А? Краснокожие. И это абсолютно верный ответ. Сергей, бад, бросок. Не торопись просто. Ну выдохни. Ты самый крутой. Глава, глава. Уйди, пожалуйста. Ладно, ты не крутой. Но ты будешь крутой, если забьешь его. Давай. Да! И это был финальный бросок. Команда «Шторм». Лучше, ребята. Довольно. «Шторм». Команда «Шторм» провела раунд со счетом 4 балла. И у нас сейчас участвует в игре команда «Хубс». Генеральный менеджер «Кей Макс» и владелец команды «Денис Дорохов». Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Коля, привет. Почему вас всего три человека? Не отошли после их матчей. Бухали? Нет, нас просто насиловали на площадке, решили выдержать паузу. Вас насиловали на площадке, почему же вы меня не позвали? Ты что мне пацанов из строя выводишь? А что? Мне говори, мне говори. Дай мне личную жизнь устроить, что дарёшь. Ну что, ты готов? Вы втроём готовы отвечать за всю команду? Да, мы втроём готовы бороться. Мы даём фору остальным, мы самых тупых взяли, трёх. Как ты оцениваешь свой уровень интеллекта? Ну а ещё у меня образование 9 классов, кстати. Это хорошее. Я же говорил, это видно по номеру. Он говорит это с гордостью. 9 классов закончат, тоже надо уметь, надо умудриться. Сейчас вопрос не на интеллект. Специально для вас подбирали. Спасибо. В какой части серии боевиков неудержимый снимался Эминем? В какой части что? А, надо будет помедлить. Хорошо, хорошо. В какой части серии боевиков неудержимый снимался Эминем? Знаешь этого пацана? Эминем, окей, давай. Вариант А, во всех. Я не знаю. Вариант Б, не в одной. Вариант В, в шестой. Мне кажется, не в одной. Прямо почему-то думаю не в одной. Денис, ты как думаешь, это верный ответ? А что он? Да, это абсолютно верный ответ. Да, Коля. 9 классов достаточно. И бросает Хэй Макс. Давай, брат. Давай, давай, мужичочек. Поддержим. Купс. Купс. Купс, 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 купс. Здорово. Здравствуйте. Как себя чувствуешь сейчас? С кайфом. Чувствую с кайфом. Ты сколько классов закончил? 11. Супер, это уже хорошо. И колледж еще. Вопрос для тебя. Тибет это регион. Вариант Б, государство. Вариант В, что-то сладкое. Сам, сам, брат, сам. Б. Вариант Б. Это неверный ответ. Давай, брат. Денис. Повыше, посильнее еще. Повыше, посильнее. Даже если нет, это будет очень красиво. Повыше, посильнее еще. Нормально, нормально. Денис, судя по твоей команде, вариантов будет много у тебя кинуть. Ничего, ничего, нормально. Брага, привет. Привет, привет. Возвратный вопрос для тебя. Сколько зубов и улитки? Вариант А, 0. Вариант Б, 100. Вариант В, 25 тысяч. Не смотри туда. И туда. На меня. Не советуйся с командой. Давай, давай вариант В. Вариант В, 25 тысяч. Да, давай. Я считаю, что это нормально. Нет, это не нормально. Это абсолютно правильный ответ. Ебать, что? Нам фартит, да, сегодня? Да. Давай, бро, вообще. Вот, давай. Ой, бля. Да, бля. А, ну вот это, давай считай. Ну ничего. На, ничего страшного. Коль, ну я все про тебя уже выяснила, поэтому сразу вопрос. Какого цвета полоски на флаге государства Того? Какого? Того. Что? Того. Типа Китая, Япония, да, что-то такое? Типа Африка. А-а-а. Африка. Вариант А, красные и белые. Вариант Б, желтые и зеленые. Вариант В, желтые и красные. Желтые и красные. Желтые и красные, вариант В. Да. Это неверный, к сожалению, ответ. Денчик. Желтые и зеленые, да. Давайте поддержим Дорохо. Делай, делай. Да ёпт мою мать! Да, нормально, нормально. Ну почти, почти. Да блин, ну просто, ну че такое? Давай, забьешь. Санок, где родился Майкл Джордан? Дээм. Вариант А, Бруклин. Вариант Б, Милуоке. Вариант В, Чикаго. Най-ой. А-а. Вариант А, Бруклин. Наверное. Это абсолютно верный ответ. Я забываю, я забываю. Я забываю. Маску, поди. Сиди. Все, 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 все. Сколько стоил доллар в 2006 году? Ева. Ты какого года, Серег? Я 2001. Угу. Ну пять лет можно было уже и помнить. Ну как будто да. Вариант А, 12 рублей. Вариант Б, 28 рублей. Вариант В, 40 рублей. В. Да, это абсолютно верный ответ. Но, я напоминаю, очень важное правило. Не совещаться с командой. Давай, Бруклин. Вообще. Бля. Ебем, ебем. Бля. Что за вообще? Последний вопрос для команды Хуб. Последнего? Да. И не совещаться. Смотреть мне четко в глаза. Важно, важно. Коля, важно. Коля, думать. Альпачино. Это. Вариант А. Мафиози. Вариант Б. Актер. Вариант В. Напиток. Это. Альпачино. Бля. Да по-братски. Да по-братски, бля. Бля, вообще, типа, есть такой, знаю, актер. Нет? Ты отвечаешь. Твой ответ, актер. Но буду говорить, что это мафиози. Ты подумаешь. Бля. Но. Бля. Насколько я еще точно не могу ответить, смотрю на реакцию. Я принимаю ответ мафиози. Я принимаю ответ мафиози. И это неправильный ответ. Блядь, ну. Бросает Денис Дорохов. Давай ты забьешь, забьешь. Давай, пошел. Посильнее получишься. Просто квадратик ебучий. Давай. Но Денис, попади. Давай, Денис. Увидь его там. Увидь. Делай четыре. Давай. Давай, Денис. Давайте поддержим. Денис. Дорохов. Дорох. Денис. Дорохов. Дорохов. Давай, Дорохов. О, Господи. Это поможет. Засал? Да, мне помогло. Было, было. Давай, делай. Делай, делай. Да, блядь! Не помогло. Да ты не попал мне в губы, потому что. Да, блядь. Ну, я не постеснялся. Команда Хубс набирает 3 балла. Давайте проводим аплодисментами. Майдь, блядь. И мы встречаем команду Комета! Владелец команды Яна Кошкина, ген-менеджер Виталий Фридзон! Привет. Я видела, вы долго совещались, кто будет первый отвечать. Почему выбрали тебя? Либо я, либо Андрей. Мы оба работаем учителями. Ну, правда, физкультура, но ничего страшного. Да, это действительно может сыграть злую шутку. Ну, тогда вопрос для тебя. Сколько хромосом у человека? Вариант А – 22, вариант Б – 52, вариант В – 46. 22. Ну, это немного не хватает. 46. 46. Ну, ответ был 22, и это неверный ответ. Правильный ответ – 46. Простите. Яна. Яна делает свой бросок. Оттуда или отсюда? Нет, лучше отсюда, ближе. Я не оттуда бросала. Смотреть, белый квадрат. Стоп, стоп, я не оттуда бросала. Я бросала три квадрата. Я была по центру, не там. Ну, ладно, я не против. Ян, ты можешь бросать. Я не против, бросай откуда хочешь. Мы девочки, наверное, можем. Да, нет, нет, куда ты… О-о-о-о-о-о-о-о-о! Давай! Ура! Красная красотка! Яна, все обрала, вы лучшие! Яна, ты лучшая! Это круто! Вот так все. Ну, здорово. Вот это круто. Назовите столицу Марокко. Вариант А – Марокко. Вариант Б – Рабат. Вариант В – Будапешт. Второй вариант – Аббат. И это абсолютно правильный ответ! Давай, Виталий! Пробросок делает Виталий Фридзо. Привет. Мне кажется, что сейчас будет очень легкий вопрос для тебя. Не знаю. Изображение какого игрока было на обложке игры NBA 2024 года? Вариант А – Коби Брайант. Становимся на первом варианте в Коби Брайант. И первый вариант – Коби Брайант. Это абсолютно верно! Яна крутые! Яна невероятно счастлива. Ага. Привет. Привет. Сразу вопрос. Давай. Сколько ехать от Коммунарки до Бульвара Рокоссовского по красной ветке московского метро? Вариант А – 49 минут. Вариант Б – 1 час и 7 минут. Вариант В – полтора часа. 49 минут. Ты где-то поближе к центру живешь, да? Это неправильный ответ, потому что ехать до хера! Один час и 7 минут бросает Яна Кошкина. Ты знаешь, что ты сказал? Оттуда? Ну, я не знаю, ты попала уже. Зачем ты попала? Я не умею, не так, не так. Так ты уже попала. Давайте поддержим Яну. Нет! Ничего, ничего. Все отдала, все. Готов? Готов. Волнушся? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, это легкий вопрос. Каким краем называют Курскую область? Вариант А – воробьиный. Вариант Б – соловьиный. Вариант В – перепелиный. А – воробьиный. Это неверный ответ. Курск называют соловьиный край. Бросает Яна Кошкина. Я уже отсюда бросаю. Отсюда? Отсчитал уже, думаю. Давай, давай. Но почти, почти жаль. Осталось всего два вопроса. Вопрос для тебя. Сколько пальцев на лапе медведя? Вариант А – один. Вариант Б – три. Вариант В – пять. Вариант В – пять. Это абсолютно верный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой отчаянный плач. Ну что, готов реабилитироваться? Ну, постараюсь. Грибы – это. Это, кстати, школьный вопрос. Ты должен знать. А – растения. Б – животные. В – грибы. В – грибы. И это абсолютно верный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Это был последний вопрос. Ладно, мы крутые все равно. Команда Комета набирает три балла. Давай, давай. Кто мы? Комета! Встречаем команду Мамба! Владелец команды Федук Гейм-менеджер Виктор Павленко! Лео. Привет. Я сразу, ребята, буду вопросы читать. Очень быстро отвечаем. Давайте, да. В таблице умножение 6 на 7 равняется? 42. И это абсолютно верный досрочный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже варианты не понадобились. Это очень круто. Мое уважение. АПЛОДИСМЕНТЫ Черт. Сейчас легкий вопрос. На логику. За какое время часовая стрелка часов совершает полный оборот? Вариант А – 24 часа. Вариант Б – 16 часов. Вариант В – 12 часов. 12. Это абсолютно верный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего будет еще. Ничего. Вопрос для тебя. Кто из этих музыкантов был глухим? Вариант А – Бетховен. Вариант Б – Бах. Вариант В – Инстасамка. Инстасамка. Но это по душе. Но ответ неверный, потому что глухим был Бетховен. Бросает Федук. Давай. Но это стоило. Этот ответ стоит. Подождите. Федук, 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 Федук. Случайно. Красиво. Случайно. Он контент делает реально. Ты заметил? Элюх, привет. За что отбывал срок Нельсон Мандела? Вариант А – за хранение и распространение наркотиков. Вариант Б – за организацию саботажа и свержения власти. Вариант В – за организацию договорных матчей. Ну, если Мандела, да, наверное, за наркотики досидел. Думаешь, за наркотики. Добро пожаловать в команду ХУБС. Это неверный ответ, потому что Нельсон Мандела сидел за организацию саботажа и свержения власти. Кидать Федук. Федук! Федук! Феду, 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 Феду! Слушайте, возможно, вам и не нужно отмечать. Правильно, неправильно это не можно. Выпускаем его сегодня на площадку. Ребят, только неправильные ответы. Дайте нам, пожалуйста, аплодисменты. Это очень круто. Возьмете Федука в команду играть? Он уже в команду. Я уже играю. Ты играешь? Я просто запасной. Как звали обезьянку Росса в сериале «Друзья»? Вариант А – Мадрид. Вариант Б – Леон. Вариант В – Марсель. Я вообще без понятия не смотрел сериал. Давай наугад. А можно, чтобы… Осуждаем. Осуждаем. Осуждаем очень. Ты не смотрел «Друзья»? Ну, я смотрел «Клинику» зато. А подожди. Нет, нет, нет. Это тебя никак не реабилитирует. Реабилитирует очень сильно. Так, давайте еще раз варианты ответов. Вариант А – Мадрид. Вариант Б – Леон. Вариант В – Марсель. Давайте А. Вариант, я не знаю. Мадрид. Неправильно. Два. Это неверный ответ, но Федук сейчас попадет. Правильно? Блин, я бы хотел. А какой правильный ответ? Второй? Марсель. Марсель. Кле-ту. С вами неинтересно играть. Мы держим, мы держим свою концепцию. Илюха, не подведи. Неправильный ответ. Неправильный ответ. Сколько лет королю Британии на данный момент? Вариант А – 85. Вариант Б – 75. Вариант В – 90. Помнишь старенький такой? 75. Это абсолютно верный ответ. Ну, посмотрим, как придет Виктор Павленко. Я теперь не знаю, как с ней перебить Федю. Давай. Красавчик. Все? Слади потом. Давай, Лео. Надо, надо. Наша один. Последний вопрос. Мне интересно с вами что-то не промахиваетесь. По настроению. Делай, как знаешь. Как зовут президента UFC? Вариант А – Дана Блэк. Вариант Б – Дана Уайт. Вариант В – Дана Борисова. Не смотри. В глаза. В глаза. Ну, в хубс меня не возьмут уже. Дана Уайт. Дана Уайт – это абсолютно верный ответ. Поддержим. Витя. 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 Дайки Шуба. У команды «Мамба» рекордные. 6 баллов. Давайте похлопаем. Это очень круто. Это самый большой результат. Давай, 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 Федян. Давай, хороший. 24. Мамба. А сейчас мы встречаем команду «Титан». Владелец команды Антон Шастун и гейн-менеджер Сергей Муаня. Давайте похлопаем. О, все. Надо правильно отвечать. Пацаны, надо правильно отвечать. Пиздец надо. Ой, смотрите, какая хуйня. Видели, какая хуйня? Все, все, все. Нормально. Джош, привет. Мужики. Привет, привет. Как с математикой? Хотелось бы лучше, конечно, но раньше было хорошо. Сейчас проверим. Давай. Вопрос для тебя. В каком году людям 2004 года рождения исполнится 37 лет? Вариант А – 2056. Вариант Б – 2041. И вариант В – 2037. Время много нет. Да, пускай будет вариант Б. 2041. И это абсолютно верная дверь. Бросает Сергей Муаня. Меня единственная испугала фраза «пусть будет, блядь». Это же… Первый пристрелочный. Нормально, нормально, нормально. Сразу, задаю вопрос сразу. Готов? Да, готов. Не нервничаешь? Все в порядке? Все в порядке, давай. Где застрял Винни-Пух? Вариант А – в дыре. Вариант Б – в норе. Вариант В – в кризисе средних лет. В дыре. В дыре. Какой нахуй дыре? Это дом кролика, кролик в шоке. Да, конечно. Нет, правильный ответ в норе. Свой бросок делает Антон Шостун. Стой, стой, стой. Стойте, стойте. Стойте, стойте, стойте. Стойте, стойте. Стойте. Стойте, 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 стойте. Какого клуба ЦСКА не существует? Вариант А – женский гандбольный. Вариант Б – рогбийный. Вариант В – женский пляжный футбол. Не существует. Давайте будет вариант В. Женский пляжный футбол. И это абсолютно верный ответ. О-о-о-о! Да ёпта! О-о-о! О-о-о! Все. Никто не видел, блядь. Это не он был. Пашка, привет. Готов? Готов. Чему по теореме Пифагора равна сумма квадратов катетов? Вариант А – квадрат у катетов. Вариант Б – квадрат у гипотенузы. Вариант В – биссектрисы. В. Вариант В – биссектрисы. Это неверный ответ. Надо слушать сердце. Давай-давай, тащи команду. Бросает Антон Шостун. Вариант А – квадрат у гипотенузы. Мы верим. Можешь еще раз для меня сказать слово «гипотенуза»? Гипотенуза. Антон, бросай быстрее, они сейчас родятся. Квадрат гипотенузы. Ест нахуй! Ест, блядь! Фу! А, извиняюсь, я извиняюсь. Извините, блядь, извините. Очень плохо, что не попал. Извините. Има, извините. Какой из перечисленных цветов не видят комары? Ебать, что у нас за вопросы? Вариант А. Желтый. Вариант Б. Фиолетовый. Вариант В. Вообще нихрена не видят. Вообще нихрена не видят. Это неверный ответ. Все-таки комары не видят фиолетовый цвет. Антон. Нормально, пацаны, нормально. Сейчас, тут же. Кажу, 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 кажу. Кажу, кажу. Лучший. Нормально, 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 нормально. Вопрос для тебя. Ты точно знаешь ответ. Кто придумал Барби? Блядь, что делать? Вариант А. Ребенок. Вариант Б. Взрослая женщина. Вариант В. Молодой мужчина. Какой будет молодой мужчина? Это неправильный, к сожалению, ответ. Придумала взрослая женщина. У него процент попадания лучше. Ты специально, ты знал ответ, ты просто... Все правильно, ты же знал. Конечно, ты же знал. Какой правильный? Какой правильный? Шашу! 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 И это правильный ответ. Хорошо так. Все творит. Кем работал Стэдхэм до того, как стал актером? Вариант А. Продавцом. Вариант Б. Дворником. Вариант В. Перевозчиком. Ну, наверное, продавцом. Это абсолютно правильный ответ. Круто. Лучше ответил бы, мимо, блядь. Лучше ты бросал бы. Команда Титан набирает три балла. Давайте проводим, ребят. Антон Шастун набирает три балла. Ну что, ребята, так оказывается, что самые умные баскетболисты на сегодняшний день играют в команде «Мамба». Давайте им поаплодируем. Вот они. Элита. И есть подарок от наших партнеров онлайн-магазина «Толл Энд Ганс». Ребята, сертификат на 100 тысяч рублей. Переобуваемся абсолютно все. Итак, эти ребята сегодня своим умом заработали себе новые кроссы. Вам желаю того же. Это канал «Медиум Баскет». Смотрите баскетбол, любите баскетбол. Лайкайте это видео. Всем пока! Четыре. Мамба! Мама! Мама! Субтитры сделал DimaTorzok